Друзья, всем привет! Сегодня будет обзор о вот таких диодах из стабилитронов D818. Хочу показать, что у них содержится внутри. Внутри у них содержится вот такой вот контакт позолоченный. Позолота, конечно, здесь немного, но для тех, кто понимает, что быстро, невозможно ничего собрать. Можно и такие собирать, тем более это с советского производства, то есть тут более-менее качественная позолота. Кстати, они встречаются вплоть до шестой месяц 91 года. Вот такой диод 818, 91 год, шестой месяц. Также бывает, попадается КС-515, это стабилитрон, как я понимаю, 85 год, вот такой же контакт внутри. Раскусывать надо здесь и вот здесь, и он вытаскивается. Также еще КС-512А, та же самая история. Вот позолоченный контакт. Есть еще вот такой КС-468А. Также видим позолоченный контакт. Здесь надо раскусить, только он выпадет туда внутрь. Все они имеют вот такой внешний вид, без разницы. Ну, конечно, есть и пустые, но вот так вот они выглядят в сборе. То есть, откусываем ножницами верхнюю часть, примерно вот здесь вот, и нижнюю наискосок. Вот так вот. Тут пассатижами нажимаем. Ну, сейчас я не буду, в общем, я вам процесс показал, чтобы время не затягивать. Потом пассатижами разжимаете, и он выпадает. Также еще хочу вам показать, что обнаружил. Когда-то я разбирал американский генератор импульсов. Ну, и отложил то, что где не видно было позолоты. Вот эти вот кнопки. С виду ничего в них нету, не видно, поэтому я их отложил. А тут недавно раскусил одну. И тут вот такая вот пластинка позолоченная. Вот она. Конечно, тоже небольшая, но с меру по нитке голому рубаха. Вот такая вот пластинка позолоченная. В каждой кнопки. Она, конечно, тонкая, очень легкая. Сейчас я вам даже покажу. Вот так вот я просто поломал его. Сразу выпала. Вот такая же. Так что будьте предельно внимательными, чтобы не выкинуть хорошую радиодеталь. На этом обзор закончен. Всем, кому было интересно, ставьте лайк. Кто узнал что-то новое для себя, подписывайтесь на мой канал. Просматривайте мои видео. Те, кто не видел. Всем пока.